приветствую всех вас мои дорогие друзья в этом выпуске я подготовила для вас обзор поистине уникальной игры аналогов которой пока еще нет в мире чем собственно говоря она и привлекла мое внимание одним словом выпуск обещает быть не просто занимательным но и очень полезным для каждого из вас так как в конце вас будет ждать небольшой ряд приятных дополнений но о них вы узнаете чуть позже итак как вы уже заметили мой выпуск посвящен игре под названием фур энд фьюри что в переводе значит мех и ярость и скажу сразу что эта игра про боевых медведей антропоморфных животных и их врагов и при всем при этом фур энд фьюри это тактический nft авто батлер о котором более подробно я сейчас вам и расскажу но прежде чем я углублюсь в саму суть и специфику игры в двух словах расскажу почему фур энд фьюри это уникальная игра аналогов которой пока еще нет в мире я думаю многие из вас уже успели обратить свое внимание на то что в настоящее время происходит зарождение рынка nft игр и с каждым днем их количество стремительно растет и если раньше мы могли довольствоваться весьма простыми исполнениями игр построенных на принципах play to earn например таких как акс инфинити то уже сейчас многие разработчики начинают уходить от этого создавая вполне себе серьезную концепцию игры где помимо простейшей развлекательной структуры игроки приобретут еще и полностью прозрачный и безопасный заработок в нфти который даст еще больше возможности играть и получать удовольствие одновременно так как фурт энд фьюри абсолютно каждый персонаж будет представлять собой первоклассный 3d нфти то есть не взаимозаменяемый токинг представляющий собой единицу данных которая хранится в цепочке блоков и свидетельствует о том что это цифровой актив уникален и следовательно не может быть продублирован на основе чего фурт энд фьюри способен предложить всем нам сразу множество доступных классов и кланов персонажей каждый из которых имеет свою уникальную механику и способность приносить пассивный доход своему владельцу но почему я говорю что игра уникальна и не имеет пока что аналогов быть может подумаете вы да потому что такое 3d графики и детализации персонажей как у фурт энд фьюри пока нет ни в одной существующей нфти игре вы только посмотрите на эту детализацию хорошо прорисованы не только отдельные элементы дизайна брони и оружие героя но и он сам видны даже вены не знаю как вы ребята а я в приятном шоке и это только один из возможных персонажей фур энд фьюри а теперь представьте что их может быть не одна тысяча ведь каждого нфти персонажа вы можете не только покупать в его готовом виде но и скрещивать с другими персонажами получая в итоге новый эмбрион при этом напомню вам что всего в игре будет 11 кланов каждый из которых имеет свои бонусы и отличительные особенности как по внешности так и по одежде кстати само оружие представляет собой так называемые пост-эклиптические самоделки топоры когти ножи биты огнестрельное оружие и много чего другого где при этом каждый отдельный предмет можно будет улучшать и прокачивать по мере игры собственно как и навыки медведя чтобы улучшать его текущие характеристики узнав все это я уверена что у многих из вас уже проснулся неподдельный интерес ко всей вселенной фур энд фьюри который имеет свою легенду и цель который должен будет прийти игрок но каким его будет путь вот это уже другой вопрос кстати еще одной очень отличительной особенностью фур энд фьюри например от того же акс инфинити порог входа в которую уже составлять чуть свыше 700 долларов является тот факт что в рамках фур энд фьюри вы сможете брать в аренду персонажей у игроков то есть вы сможете играть и зарабатывать накапливая тем самым внутренние токены игры за который впоследствии вы легко сможете купить себе уже свой собственный nft эмбрион но не круто ли теперь спрошу я вас как по мне это очень здорово учитывая особенно еще и тот факт что все эти протокол аренды прописаны на смарт-контракте а значит игрок отдавший своего персонажа в аренду может быть спокоен и уверен что он к нему обратно вернется по истечению срока аренды в любом случае познакомиться более предметно с концепцией игры вы сможете уже самостоятельно после просмотра этого видео так как для этого разработчики создали подробный технический документ сейчас же я все-таки хочу рассказать вам немного о самой экономической модели игры который основана на пост децимал чейн и так как и в любой другой игре фурт энд фьюри игроки имеют шанс получать по время игры вознаграждения выражены в нативном токене под названием fnf стоит отметить что все существующие fnf используется для поддержания блокчейна децимал чейн виде proof of stake и вот тут то самое интересное благодаря встроенной комиссии игрок совершает транзакции с токеном будет отчислять 12 процентов из которых 10 процентов будет автоматически попадать в банк стейкинга из которого два раза в день будет происходить начисление всем игрокам имеющих персонажей оставшиеся же 2 процента будет направляться на кошелек компании для дальнейшего ее развития начальная же эмиссия токена составляет всего 10 миллионов fnf но как заявляют разработчики это количество не является конечным поэтому в перспективе токен будет расти как в цене так и будет увеличиваться его эмиссия для поддержания всей экосистемы но и это еще не все также в игре есть еще один нативный токен bbp который необходим будет игрокам для скрещивания медведей и вот тут уже интереснее данный токен можно будет приобрести напрямую только у игры и его количество на продажу будет зависеть от того сколько поверженных боссов в миссиях было вами произведено за прошедшие сутки более того данный токен имеет сиара сто процентов к токену дел токену блокчейна децимал чейн что позволяет ему быть ничем иным как стейбл коином что и что очень даже круто одним словом разработчики приложили максимум усилий знание своего опыта для того чтобы игра получилась интересный и увлекательны во всех смыслах этого слова кстати в декабре 2021 года будет доступна техническая демо в котором можно будет принять участие и сформировать свой отряд из предложенных медведей бесплатно пройти несколько миссий увидеть геймплейные особенности и понять для себя насколько круто может быть эта игра а еще в это же время всем инвесторам будет выдан их приобретенный эмбрион медведя который по сути может себе приобрести любой желающий на этапе при сейл который по своей структуре будет являться для проекта ничем иным как краудфандингом а для вас как раз той отличной возможностью чтобы приобрести себе уникальный nfc набор то есть осуществить покупку эмбриона медведя стоимостью в 380 дел скажу сразу что количество этих эмбрионов будет строго ограничено и да в октябре уже прошел первый закрытый сейл для участников блокчейна decimal chain где менее чем за сутки разработчики фурт энд фьюри распродали свою первую партию эмбрионов что я считаю неудивительно так как потенциал у фурт энд фьюри просто огромен особенно учитывая еще и тот факт что все эмбрионы от игры будут распроданы в эти два этапа сейчас в декабре и в следующем году судя по их дорожной карте поэтому в будущем получить эмбрион вы сможете только путем скрещивания уже от имеющихся взрослых особей в игре которые будут вашими или же вам их нужно будет приобрести чтобы опять-таки погрузиться в увлекательный мир фурт энд фьюри игры надеюсь доходчиво объяснила одним словом дорогие друзья не теряйте время зря а скорее подписывайтесь на официальной социальной сети проекта читайте и вникайте фурт энд фьюри при этом не стесняйтесь и задавайте любые интересующие вас вопросы вы официальным telegram чате который если вы заметили на русском языке и еще помните в конце я обещала что вас ждет нечто интересное так вот совсем скоро в моем телеграм канале опубликуется конкурс где мы с разработчиками фурт энд фьюри разыграем среди вас мои дорогие подписчики один эмбрион условия участия будут максимально простыми поэтому кто не подписан еще и на мой телеграм-канал подписывайтесь и следите за обновлениями ну а я уже буду на этом с вами прощаться поэтому если вам понравился данный выпуск дайте мне об этом знать выражая свою самую бурную реакцию виде ваших многочисленных лайков и комментариев ведь вам как говорится не сложно а мне приятно ну и конечно же не забывайте подписываться на мой youtube канал крипто леди если вы это еще по каким-то причинам не сделали